Привет! Вольная вариация на тему бита в стиле возвращается. Сегодня у нас Lil Morty грустный гитарный бит. Если у тебя все в порядке самооценки, то для тебя у меня есть гитарный луп, я прописал его сам. А если ты хочешь развиваться, если тебе интересно, то ближе к концу видео я подробно покажу, на чем и как именно я прописал этот гитарный луп. Давайте его послушаем. Ну и как обычно, подробнее о моем видеокурсе можно узнать либо у меня в личке, ссылка в описании, либо ближе к концу видео. Вот это будет нашим основным инструментом. Давайте посмотрим на наши сэмплы теперь. Из интересного у нас есть такой вот этот снэп. Он нужен для легкости. И вот этот хэт-клэп. Это совершенно обычные мои любимые сэмплы. Как только это видео наберет 2000 лайков, как обычно я выложу этот проект в своем паблике в контакте, в проекте будет и гитарный луп, и миди-партия, вообще все будет, ну и конечно же эти сэмплы. Темп у нас 161 удар в минуту, не будем медлить, приступаем. Стандартный ритм клэпа. Вот так можно сделать. Бац-бац-бац. И прописать его с помощью КТРЛ-Б. Если ты хочешь стать мастером пиано-ролла, то посмотри видео. Оно загорелось по подсказке справа наверху. Скопируем это на снэп. И смотрите, какую штуку мы сделаем снэпу. Мы запилим продолжительность, чтобы сделать его короче. И убрать этот дурацкий хвост. Его надо увеличить по громкости. А клэп немного уменьшить. Теперь рим. Он у нас будет дополнительным. То есть играть не постоянно. Вот так. Теперь хэт. С хэтами интереснее. У нас будет много-много вариативный velocity. Но пока мы пропишем просто так. Вот так. Вот такой вот паттерн. Давайте поработаем с velocity. Чтобы хэт был поинтереснее, конечно, мы крутаним его немного шифтер. Теперь давайте пропишем символ. И для символа мы сделаем интересную настройку velocity. Смотрите. То есть все как обычно с холдом, но релиз мы сделаем вот таким. Чтобы был немножко хвостик. Не, покороче. Вот. OpenHat'у сделаем точно такую же настройку velocity, только релиз покороче. Вот такой. Вот так. Можно сделать панораму для OpenHat'а. Как-нибудь так. Не сильно лево-право. Это мы уберем и делаем Ctrl-B. Теперь пришло время для кика. Сбросим дюйм панораму. Сделаем его погромче. Можем его сразу еще немножко бустануть. На мастере, как обычно, висит софтклипер. Так. Вот так. И вот так. Теперь давайте на басе просто пока включим Cuted Self и пропишем его. Наши ноты это... Вот на таких нотках звучит наш бас. Он будет у нас... Вот наш парт баса. Ctrl-L. Единственное, сюда мы добавим слайдик один. Нет, даже не сюда, а вот сюда. А вот сюда добавим два. Всё. И выровняем громко. Сбросим на октаву вниз. Всё готово. Мы прописали всё. Теперь нужно всё это сбросить на микшер. Туда же скинем гитарный луп. Приступим к обработке. Если вы не смотрели мое видео про то, как стать мастером микшера, то обязательно посмотрите. Ссылка сгорела справа наверху. Ну и кстати, как обычно в комментариях, вы в конце можете написать, похоже у меня получилось или нет. Потому что, по-моему, очень даже похоже. Начнем с простых обработок. Можно сделать звучание немного иным у гитары с помощью, например, фаб-фильтр Saturn. Выбрать какой-нибудь пресет из раздела Guitar Amps. Вот типа такого. Потом, конечно же, любимые всеми RC20. Вот так. Убавляем немножко шум. Убавляем немножко гоблу. То есть, мы, по сути, берём стандартный пресет и делаем его немножко таким более мягким. Чтобы добавить гитаре атаки, там должен ощущаться вот этот бой. Надо добавить транзиентов с помощью Transient Master. Или с помощью стандартного FLS Transient Shaper. Сильно не надо добавлять. И, конечно же, эквалайзер, чтобы срезать лишний низ. Нет, слишком сильно. Бас можно немножко перегрузить стандартным FLS перегрузом. И сделать следующую вещь. Настроим его Envelope. Нам потому что нужно, чтобы бас был покороче. Будем крутить Decay. Когда Decay короткий, бас превращается практически в Kick. И немножко атаки. Вот так нормально. И ещё возьмём, как обычно, Soft Clipper. И немножко декапитатор. Soft Clipper будет выступать в роли Easy компрессора. Декапитатор в качестве перегруза. Крутанём немножко в более тёмные тона. Нам нужно такое мягенькое звучание. Можно ещё low-cut дать. То есть, отрезать немножко лишнего низа. Но здесь нельзя откручивать его слишком много. Общее звучание гитары и баса готово. Давайте займёмся остальными инструментами. На хэтах у нас будет ревер и стереорасширитель. Fruity Reverb 2. Потому что это Easy Reverb. В нём нет ничего сложного. Просто вот такие же настройки выбираете и всё. Хотя, зачем вам их выбирать? Они же будут в проекте. Просто открывайте проект. Убавим немножко VAT. И поставим стереорасширитель. Наш любимый Fruity Stereo Shaper. И Snap. На нём тоже будет ревер. Слушаем с клэпом. Слишком сильно ревер слышно. На Open Head мы тоже повесим стерео шейпер. И на Symbol повесим стерео шейпер. Подрегулируем громкость. Теперь повесим на Master Ozone. Теперь можно взять первый паттерн и раскидать всё это в Split by Channel. Обработка в Ozone максимально простая. Стандартные для меня настройки Maximizer. Стандартные для меня настройки динамического эквалайзера. Если вы смотрели другие мои видео, то вы уже точно знаете, что эквалайзер тут вообще не нужен. То есть на эксайтере Gentle High End. Тут тоже что-нибудь типа такого. На динамико Q Control Low End. На максимайзере просто навалить побольше громкости и всё. Итого мы получаем вот такой вот звучок. И как и обещал, сейчас подробно расскажу про то, как прописана гитара. Если вы не хотите это слушать, то просто послушайте минус. А сразу после этого я расскажу про гитару. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь поговорим подробнее о гитаре. Я её записал с помощью вот этого плагина. Вот так звучит партия. Чистая, без обработок. Это Ample Guitar 2. И сейчас я покажу вам, какие я применил настройки к стандартному пресету. Тут есть два микрофона. Один снимающий типа стерео комнату, а второй снимающий непосредственно гитару. То есть я чуть убавил вот этот на 0.9, этот поставим чуть повыше. Потом включил Double. То есть два звука, две гитары, играющие одновременно, чтобы было пошире, покрасивее. И вот всякие разные интересные шумы добавил, чтобы типа было пореалистичнее. Далее мы будем прописывать. Довольно страшно всё это выглядит, но сейчас мы пропишем с нуля и всё будет ок. Самое главное, у нас идут три базовых аккорда. Это Am, Em, G. Уже мажорный аккорд. А после G у нас идёт Dm. Вот так. Очень-очень простые аккорды. Я нагуглил «красивая последовательность аккордов для гитары» и получил вот это. Они нам нужны только в качестве образцов аккордов. Как мы будем прописывать? Сначала ставим басовую ноту, потом прописываем к ней перебор. Перебор тоже супер простой. То есть басовая нота и три турутун по ноткам аккорда наверх, потом на следующем аккорде турутун вниз. Всё. И в конце будет тыщ. Вот такой. Настроим велосипед ему. Это будет на максимальной громкости. Это чуть потише. Первый звук такой. Следующие звуки прям совсем-совсем тихие. Берём следующий звук. Делаем его совсем тихим. Снизу пропишем супертихий переборчик. Вот так. Который будет заканчиваться вот этой ноткой, которая будет погромче. Вот так. Тоже получается снизу вверх. Только... Только ещё тише. Можно ещё чуть тише. Пальц зажимаем, крутим колёсико мышки. Отлично. Теперь следующий аккорд у нас будет... Е. Он будет... Это чуть потише основную басовую ноту. Следующую басовую ноту тоже потише. Делаем снейр сюда. Ну, типа снейр. Удар, заглушающий по струнам. Первая нотка. У нас они будут совпадать здесь. Вот так. Ага. А это тоже тихо. Очень тихо надо. Вот, да. Получается, на следующий аккорд мы копируем просто наш АМ. Только нам нужно сделать из него мажорный аккорд. На два полутона вниз, чтобы он стал соль. И просто вот эту нотку одну поднимаем наверх. И теперь вот этот аккорд копируем вот сюда. Здесь у нас Е, а нам нужен Д. Вот и все. Вот и все. Почти все. Смотрите. Мы построили велосипед таким образом, что у нас сильно играет всегда одна басовая нота в начале. И потом все остальное это, по сути, переборы. Переборы с использованием только трех нот, входящих в аккорд. То есть это максимально просто. Можем теперь все это чуть-чуть сократить и заняться таким интересным занятием. Все, будем двигать. Вот этот подвинем чуть вперед, вот этот чуть назад. Чуть-чуть подвигаем, зажимаем Alt и двигаем. Нам не нужно двигать каждый звук. И во-первых, нам не нужно двигать вот так. То есть не нужно, чтобы появлялся вот этот такой ярко выраженный свинг. Нам нужно, чтобы все чуть-чуть по-человечнее звучало. То есть двигаем один звучок чуть назад, один звучок чуть вперед. И вот таким образом двигаем процентов 70 звуков. Например, вот этот 100% надо подвинуть, потому что нельзя на гитаре сыграть две струны одновременно. Но если ты играешь боем или перебором, в любом случае, это невозможно. Там какая-то микрозадержка будет. Так, всё. В общем, партия готова. То есть, что мы сделали? Мы поработали с переборами, с нотками, поработали с филосити и поработали с расстановкой. То есть, сделали такую гуманизацию вручную, подвинув почти каждую нотку. И я предлагаю вам сравнить, как бы это звучало вообще без квантизации. То есть, без гуманизации. Жмём Ctrl-Q, чтобы всё выровнять. И выравниваем громкость на максимум. Ну, в общем, неплохо, но мне кажется, так интереснее. Ну и если у вас нет этого плагина, то мы можем послушать, как бы это звучало на стандартном акустик-пиано из папки Sound в FL Studio. Но это можно убрать. Так что имеет смысл запариться. В общем, вот такая гитарная партия. Я надеюсь, вам понравилась. Ну и на этом у меня всё. Это был Стас. Если видео понравилось, если было полезным и интересным, то обязательно поставь лайк под этим видео. Но только в том случае, если оно было интересным, полезным и вообще тебе понравилось. Если оно тебе не понравилось, было неинтересным, вообще бесполезным, то ставь полностью заслуженный дизлайк. Ну и обязательно напиши в комментариях, о ком мне сделать следующий разбор. И получилось ли у меня сделать похоже. И понравилась ли тебе гитарная партия. Ну и, как обычно, напоминаю, у меня есть видеокурс, он из трех частей, по клауду, по триллу, по трэпу, от Ада, я, от набора сэмплов до готового бета к нему приложен видеокурс для начинающих, участие в закрытой группе, он стоит 3290 рублей, чтобы его заказать, напиши мне ссылку в описании, также можно там же узнать о нем подробнее, напиши мне прямо сейчас, закажи видеокурс, на этом у меня точно все. Посмотри любое другое видео на моем канале, я над всеми над ними стараюсь, и я уверен, тебе будет интересно, можешь посмотреть вот это видео или вот это видео, и обязательно подпишись на канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну и, в общем-то, там мы увидимся, да, увидимся в следующем видео, пока.